Модель Solity 2000. Это также одна из самых популярных моделей в линейке Solity. Она пришла, чтобы заменить морально устаревшую модель от Samsung 728. Solity 2000 имеет схожий дизайн, схожие посадочные размеры и врезную часть. Такого же типа, двухригельную, с автоматическим запиранием. При этом дизайн выполнен в классическом стиле Solity Samsung. Это ручки Push-Pull на внешней и внутренней панелях. То есть они открывают дверь в одно касание. Также этот замок автоматический, что тоже классическая версия для замка типа Push-Pull. С сканером отпечатка пальца на верхнем блоке. И кодонаборной панелью с подсветкой здесь, на центральной внешней панели замка. Я напомню, что концерн Solity – это крупное производство электронных замков в Южной Корее, которое имеет собственных несколько заводов, как в той же Корее, так и во Вьетнаме. И выпускает очень много замков, как под своим собственным брендом, так и замков многих других производителей и марок, таких как Siemens, Samsung, Eagle Home и многих-многих-многих других. Значит, эта модель, как я уже говорил, состоит из нескольких блоков. Это центральная и врезной внешняя панель, внутренняя панель. И эти все части, они идут уже в комплекте к замку. Это полностью готовое коробочное решение. Данный замок имеет несколько способов доступа. Основной и самый часто используемый способ доступа – это сканер отпечатка пальца. Также, как я уже говорил, мы можем зайти с помощью пароля. Плюс мы можем пользоваться вот такой карточкой от замка, чтобы попасть внутрь помещения. Чем хороша такая карта, сразу скажу про нее. Ее можно спокойно, смело давать детям, не бояться, что они ее потеряют, потому что при потере обычного механического ключа нам чаще всего нужно будет заменить личинку механического замка, либо полностью замок. При потере карточки вам необходимо просто удалить ее из памяти замка двумя нажатиями клавиш, и эта карточка превратится в обычный кусок бесполезного пластика. Далее. Из функций, которые могут быть полезны, значит, этот замок имеет несколько способов аварийного доступа. Один из них – это механические ключи. Вот так они выглядят. Личинка ключа находится здесь за ручкой, поэтому он сделан вот таким коротким, чтобы неудобно было подобраться к личинке, если не иметь вот таких специальных ключей. Служат они для каких-то экстренных ситуаций и в повседневной жизни не используются. Причем мы советуем этих ключей хранить вне помещения, соответственно, в машине, на работе, в сейфе, либо в другом месте, не внутри квартиры. Также при разряде основных элементов питания замок имеет два контакта на наружной панели для 9-ти вольтовых батареек крона, которые можно приложить и, соответственно, подать аварийное питание. А теперь о самих этих элементах питания. Они находятся, соответственно, в внутреннем блоке под крышкой. А это у нас, собственно, обычные пальчиковые батарейки, которых здесь 8 штук, и этого комплекта хватает практически на год. Это позволяет, на первый взгляд, простое решение батарейки, что может быть проще, но так устроены 99% электронных замков сейчас. И это оправдано тем, что при установке замка в дверь, либо в старую дверь, либо в новую, неважно, нет необходимости протягивать дополнительные провода, подключать замок к общей системе электроснабжения и использовать еще для этого какие-то дополнительные источники бесперебойного питания, чтобы в момент, когда свет будет отключен, замок не был случайно открыт. Поэтому он автономный. Он не зависит от других источников питания. И если вдруг батарейки начнут садиться, замок вас предупредит за 100 открываний примерно до того, как они полностью разрядятся. Но если вдруг такое случилось, то всегда можно использовать аварийные способы доступа, которые я говорил несколько ранее. Также под крышкой здесь находится Bluetooth-модуль. Этот замок можно подключить к приложению мобильному. И сейчас можно использовать только именно Bluetooth-модуль. В скором будущем будет поставлен в Россию Wi-Fi-блок, который будет подключаться к этому замку. И мы можем использовать уже все функции удаленного управления замком. Вход до открытия, создания онлайн-паролей и прочего. Также здесь находится кнопка регистрации, с помощью которой осуществляются все регистрационные действия на этом замке. Данная модель выпускается в трех цветах. Вот в таком черном. В цвете Dark Silver и в цвете бронза. Соответственно, в нашем рынке Dark Silver и черный цвет самые популярные, универсальные. Этот замок за последнее время обрел своих покупателей и достаточно популярен за счет своего универсального дизайна, тонкого корпуса. Он стильно смотрится практически на любой двери и своей комфортной цены для любого потребителя. Рассмотрим регистрацию основных способов доступа к данному замку. И начнем с пароля. В замке имеется четыре пароля. Это не самый основной способ доступа, то есть не самый часто используемый. Поэтому их всего четыре. Этого достаточно, в принципе, для использования как второй или как запасной способ открытия. По умолчанию здесь стоит заводской пароль. 1, 2, 3, 4 звездочка. Это стандартный пароль. И поэтому при покупке замка этот пароль следует изменить и записать новый. Для записи нового пароля нам необходим доступ к внутреннему блоку замка. Здесь открываем крышку. Здесь под крышкой находится кнопка с буквой R. Это кнопка, при помощи которой происходят все регистрационные действия. Нажимаем эту кнопку, активируя тем самым наружную панель. И на этой панели задаем сразу же новый пароль. Допустим, 1, 2, 3, 4, 5, 6 звездочка. Для того, чтобы записать еще один пароль, можно сразу же его ввести. И если нам больше не нужно пароля менять, то мы тогда нажимаем звездочку и заканчиваем регистрацию. Давайте проверим, как работает наш новый пароль. Ну, сначала проверяем, перезаписался ли старый. Все, старый мы уже не открываем заводским. Открываем нашим паролем. Все, мы записали новый пароль. Итак, можно записывать сколько угодно паролей. Они будут... Их будет всегда 4 последних. То есть они будут взаимознаменимы. Следующий основной способ доступа – это отпечаток пальца. Это самый частый, самый практичный и удобный способ открытия замка. Также, нажимая кнопку регистрации, активируем панель и сразу же записываем наш палец в память замка. Необходимо приложить палец несколько раз. Все, когда мы видим вот такой сигнал, это значит, что замок принял эту запись успешно. Можно дальше записывать, можно прекратить регистрацию, нажав звездочку. И теперь проверим работу. Пятка пальца. Прикладываем палец. Все, значит, наш записанный палец открывает замок. Далее идут реф-карты. Здесь тоже достаточно просто. Чтобы записать реф-карту, необходимо активировать режим регистрации на букву R, на кнопку с буквой R и приложить карту к считывателю. Наша карта записалась. Для того, чтобы записать следующие карты, необходимо приложить их по очереди к считывателю или прекратить регистрацию, нажав на решетку, на звездочку. Теперь проверяем нашу карту. Прикладываем к считывателю. Все, замок открывается. Наши основные способы доступа в замок успешно записаны. Удаление записанных данных в замок тоже несложная процедура и проводится в несколько действий. Мы можем удалить из памяти карточки и наши отпечатки пальцев только полностью, потому что им не присваиваются конкретные номера в памяти замка. То есть, можем полностью удалить и записать новые. Для того, чтобы удалить реф-карты из памяти замка, необходимо опять нажать кнопку регистрации, нажать 8 и удерживать решетку от 5 до 8 секунд до звукового сигнала. Данный сигнал означает, что карта из памяти удалена. Давайте закроем замок и проверим нашу карту. Карта не считывается. Теперь проделаем то же самое с отпечатком пальца. Нажимаем кнопку регистрации. Для удаления отпечатка пальца нам нужно нажать 9 и удержать решетку также несколько секунд. Проверяем. Замок закрылся. Прикладываем палец. Палец не считывается. Тем самым мы видим, что наши данные были из замка стерты. Рассмотрим некоторые дополнительные функционалы этого замка. Например, смена режима запирания замка. По умолчанию он работает в автоматическом режиме, но мы можем поставить его работу в механическом режиме. Для этого нам необходимо при закрытом замке ввести наш пароль, но вместо звездочки нажать решетку два раза. Цифра 4 – это будет автоматический режим. Цифра 7 – это режим ручной. В ручном режиме, когда мы закрываем дверь, замок за нами не закрывается. И чтобы его закрыть, снаружи нам необходимо активировать панель и нажать решетку. А изнутри при закрытии двери нам необходимо нажать кнопку Close. Эта функция очень удобна, когда, например, замок стоит на двери в частном доме, и люди или дети, они очень часто ходят через эту дверь, и нет необходимости днем в собственном доме, на собственной территории постоянно дирать замок закрытый. Поэтому люди иногда включают режим ручной, чтобы не использовать функцию автоматического запирания. Также мы можем использовать два режима разблокировки карты. Автоматический режим и ручной режим. Автоматический режим, например, когда мы прикладываем карту и замок автоматически ее считывает. Но в ручном режиме для открывания карты нужно будет сначала активировать панель. Это позволит нам, например, сэкономить батарею, потому что режим замка будет, вернее, замок будет в спящем режиме, а не в ожидающем, как при автоматическом считывании. Значит, как это делается? Мы активируем панель, набираем код наш, два раза нажимаем решетку, и, значит, цифра 1 – это автоматическое считывание, которое у нас сейчас стоит, цифра 3 – это считывание, так сказать, в ручном режиме. И теперь мы, когда прикладываем в замок, вернее, карту к замку, он не реагирует, потому что находится в режиме сна, экономия питания. Для того, чтобы нам активировать панель, нам нужно прикоснуться и открыть замок к карте. Вот такой, значит, режим ручной и автоматический. Дальше мы можем на этом замке использовать оповещение при незакрытой двери. Когда сейчас мы он у нас по умолчанию деактивирован, для активации нам необходимо также набрать пароль, нажимаем, вводим наш код, нажимаем решетку и нажимаем цифру 2 – это активировать, цифра 0 – это деактивировать эту функцию. Что эта функция значит? Если дверь вы открыли, но дверь не была закрыта, замок будет подавать короткий звуковой сигнал и короткий световой сигнал на кнопки Close. Вот как вы сейчас там можете видеть. Еще к дополнительному функционалу данного замка относятся некоторые сигнализации и блокировки. Покажу две блокировки, которые довольно часто используются владельцами этого замка. Как мы видим, на задней панели есть кнопка Close и она может выполнять функцию ночной защелки. Если все дома и больше никого не ждете, значит, последняя закрывает дверь и удерживает эту кнопку порядка трех секунд. Теперь функция ночной блокировки активирована и теперь при попытке ввода данных зайти по паролю замок отказывает. Даже если мы приложим карту замок нас не пустит, потому что все дома. Деактивируется эта функция просто нажатием ручки открывания замка изнутри. Также поскольку этот замок имеет ручку с функционалом антипаники, то есть для того, чтобы выйти из помещения, достаточно просто нажать ручку, толкнуть дверь и она откроется автоматически. Эта ручка имеет блокировку от детей. Здесь под ручкой есть переключатель этой блокировки. То есть если мы активируем переключатель, ручка будет ненажимаемой и таким образом случайно из помещения дети не выйдут. К сигнализациям относятся несколько типов сигнализаций. Первый из них это так называемая защита от хулиганов, когда при неправильном вводе данных, например, более пяти раз неправильно ввели пароль или отпечаток пальца, то замок на одну минуту заблокируется полностью и будет при этом издавать звуковой сигнал, тем самым отгоняя нарушителей. Такой же сигнал будет звучать при попытке взлома замка. То есть когда замок закрыт, но кто-то попытается его отжать или сломать или открыть. И как только это будет происходить, датчик, соответственно, будет выходить из своего крайнего положения и на определенном этапе включится сигнализация, что не позволит злоумышленнику, так сказать, завершить свое неправомерное действие. Отключить сигнализацию тоже довольно непросто. Это может делаться только с внутренней стороны на внутреннем блоке. Следующая сигнализация, это сигнализация при неплотном закрытии двери. То есть когда мы дверь закрываем, но что-то мешает замку полностью закрыться, он будет, соответственно, пробовать это делать, издавая при этом звуковой сигнал. он будет говорить о том, что дверь не может закрыться и необходимо принять какие-то меры. Также в замке есть на внутреннем блоке, внутри внутреннего блока на схеме находится пожарный датчик, точнее, можно сказать больше, что этот датчик температурный. он измеряет температуру воздуха внутри помещения и если вдруг температура внутри помещения нагреется до 70 градусов, то он активирует сигнализацию и открытие замка, потому что при пожаре в задымленном помещении людям будет проще на звук сориентироваться, где выход, на звук замка, а прибывшие пожарные не будут ломать дверь, потому что замок будет уже открыт, это позволит сохранить время, драгоценное, для эвакуации людей из помещения. Продолжение следует...